МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости в студии Эльвира Лекерова и судоперевод Айгуль Стамбекова. В начале выпусков коротко о самом важном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учимся учиться по-новому. Управление образования области возглавил новый руководитель. Служба ЧС готова сообщить. Система оповещения областного департамента прошла масштабную модернизацию. Близко, удобно, мало затрат. В Волокольском районе начал работу пункт приема сахарной свеклы. Урожай вагонами прямиком уходит на завод. В следующем году наконец решится вопрос с медицинским обслуживанием населения самого крупного в регионе микрорайона Ассаларман. Сейчас 20 тысяч его жителей вынуждены обращаться в платный медцентр. Однако, как заверил заместитель Акимобласти Жахсалагумар, явление это временное. Он лично проинспектировал будущую амбулаторию. Реконструкция отведенного для нее здания уже началась. Ряд рекомендаций Замакима вынес и учебным заведением Карасайского района, где побывал с объездом. Пана Анитова об этом расскажет подробнее. Жилой комплекс Ассаларман – крупнейший в области. В нем проживают свыше 20 тысяч человек. И все это время медицинское обслуживание им оказывает частный медицинский центр Сеном. Однако, на обслуживание всего населения его недостаточно. К тому же он платный. Поэтому здесь решено построить бюджетную врачебную амбулаторию. Подходящее здание приобретено. 52 миллиона тенгей выделено. Реконструкция началась. По плану сдадут ее в эксплуатацию в 2018 году. Здесь планируется открытие врачебной амбулатории. Значит, площадь амбулатории 480 квадратных метров. Начало строительства – октябрь 2017 года. Окончание строительства – 31 января 2018 года. Планируется обслуживание населения жилого комплекса Асаларман. Посетил Жахсалкомар и университет имени Сулеймана Демиреля. Около трех тысяч студентов вуза не только осваивают специальности педагогов, юристов, экономистов и инженеров, но и учатся жить в ногу со временем. Выпускаясь, владеют несколькими языками и практически на «ты» со многими новейшими IT-технологиями. Мы планируем донести до молодежи духовную модернизацию особенным путем в сфере IT. Через мобильное приложение они смогут увидеть все поручения главы государства. Также имеется всем известная игра «Покемон Гоул». С его помощью можно легко объяснить проекты подрастающему поколению. Изучить конъюнктуру рынка профессии и готовить востребованных специалистов рекомендовал зам Акима руководству колледжа Мадинет. Подытожив объезд, Жахсыл Комар провел встречу с активом района, где особо обратил внимание на необходимость усиления идеологической работы. В области более трехсот школьниц наложили на себя руки из-за беременности. Больше сорока из них в Карасайском районе. Потому замглавы области особо поручил учебным заведениям и отделу образования усилить внеклассную воспитательную и разъяснительную работу. Это большой пробел, я бы сказал. Каждый факт суицида ребенка – это недостаток внимания. Со стороны педагогов, психологов и в первую очередь родителей. Наладьте отношения с родителями. Держите их в курсе событий, происходящих в школе с детьми. Необходимо усилить работу с успеваемостью учеников. Отмечу, что по ЕНТ результат района очень низкий. На десятом месте по области. Для района с таким большим потенциалом – это, я бы сказал, весьма и весьма слабый показатель. Социальная сфера требует постоянной модернизации сознания каждого школьника и молодого человека. Потому в числе поручений за Макима области – активизировать пропаганду спорта, здорового образа жизни, информированность молодежи о представляющих угрозу деструктивных течениях. Паная Нитова, Хурманжан Хасымжанулы, Ирбулат Амтелов, телеканал «ЖИЦУ». В области кадровые назначения. Отныне в Управлении образования новый руководитель. Распоряжением Акима области им назначен Даурин Женосов, ранее занимавший должность заместителя Акима Ильинского района. Сегодня нового руководителя коллективу областного управления образования и начальником его районных подразделений представил заместитель Акима области Жахсулагумар. Он отметил немалый опыт на руководящих постах нового главы управления и подчеркнул его высокие профессиональные качества. Даурин Женосов – педагог по образованию. Начал свою трудовую деятельность учителем одной из сельских школ Куксусского района, но уже через пять лет возглавил ее. После работал в аппарате Акима области, а затем не один год руководил отделом образования, а также отделом физической культуры и спорта Ильинского района. С апреля 2015 года был в должности заместителя Акима района. Такой послужной список и наработанный опыт, выразил надежду Жахсулагумар, помогут новому руководителю справиться с поставленными перед ним задачами. А их сегодня немало. В первую очередь необходимо успешно внедрить новшества в системе образования, поднять показатели единого тестирования, а также внедрить новый подход к подготовке кадров среднего звена. Потенциал у нас большой, подчеркнул Замакима области. С каждым годом растет бюджет сферы образования, строятся новые школы. Только в этом году их открылось рекордное количество. Сразу 24, еще 6 распахнут свои двери до конца года. Высокопрофессионален и состав педагогов остается лишь слаженно и эффективно работать в единой команде над реализацией главной цели – повышение качества образования и высоконравственного воспитания детей. Обращаясь к коллективу, отметил Жахсулагумар. Наша задача первоочередная – это качественное образование и хорошее воспитание для наших участников. Для этого у нас есть хорошие специалисты, традиция у нас очень хорошая и самое главное – у нас есть контингент. У нас 746 школ, 73 колледжи и есть у нас опытные специалисты, есть молодые специалисты, поэтому мы должны сейчас усиленно поработать, чтобы по всем показателям сферы образования в Матинской области мы лидерами в республике. Поэтому я вас еще раз хочу попросить вместе с новым руководителем тесно отработать, иметь четкие цели, планы и работать на качество. Осторожно, берегись автомобиля, убедись в безопасности перехода. Такие надписи появились перед пешеходными переходами в городе Талдыкурган. Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в областном центре проведено профилактическое мероприятие «Безопасная дорога. Безопасная жизнь». Акция организована Управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области, Молодежным ресурсным центром и Молодежным крылом ЖАСО-ТАН. Подробности в материале корреспондента. За прошедшие 9 месяцев количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов достигло 500 наездов. Из них 111 человек погибло, около 420 получили ранения. Основные причины тому – недисциплинированность самих пешеходов и нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств. В целях профилактики травматизма на дорогах молодежь города организовала акцию «Безопасности пешеходов». Для этого баллончиками и специально подготовленными трафаретами нанесены на асфальт предупреждающие надписи. Прорисовка выполнена краской для нанесения дорожной разметки. Поэтому напоминания пешим участникам дорожного движения прослужат долго. Мы проводим акцию «Хаупс из жол, Хаупс из омер». Организовали мероприятие, чтобы обеспечить безопасность людей при переходе. Мы уже видим, как надписи, которые мы нарисовали на асфальте, привлекли к себе внимание людей. И прежде чем вступить на дорогу, жители следовали рекомендациям, чтобы убедиться в безопасности движения. Сейчас мы начали с улицы Тауль-Сидык 2-го микрорайона. Надписи будут наноситься до центра. Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения с участием пешеходов затрагивают интересы практически каждого талукурганца. Жители города положительно отнеслись к такому нововведению и отметили, что меры, направленные на безопасность населения, никогда не бывают лишними. Знаете, мне очень приятно, что у нас в городе проводятся такие мероприятия. Очень много детей сейчас, очень много студентов, очень много пенсионеров, которые надо переходить пешеходную дорогу. Большое спасибо. Молодежь очень такая внимательная сейчас. Пусть процветает наш город. Отметим, в текущем году проведено более шести оперативно-профилактических мероприятий пешеход, в ходе которых проводились акции по пропаганде безопасности пешеходов на дорогах. И данная акция прежде всего влияет на повышение дисциплины участников дорожного движения. Мероприятие найдет продолжение, отметили организаторы. Пана Анитова, Мадиб Айбосонов, телеканал ЖИЦУ. Терроризм, угроза обществу. Около десяти видеороликов про пагубное влияние экстремистов продемонстрировали сотрудники управления внутренней политики Алматинской области. В показе участвовали около ста учащихся политехнического и агротехнического колледжей. Студентам представлены работы местной студии, неономаты и видео из интернета. Каждый ролик со смыслом заставляет задуматься. В некоторых из записей показана такая же молодежь, как и сидящие в зале. Это призыв юношей и девушек задуматься. И если хоть один из ста студентов поймет смысл видео, то это уже одна маленькая победа, считают организаторы. Мероприятие будет проводиться на регулярной основе. Сегодня мы пригласили студентов, так как студенты, они сейчас как бы не дети и не взрослые. Студенты это тот самый период у них, возрастной период, где они подвергаются такой угрозе. Поэтому, чтобы предотвратить это, мы сейчас организовываем данный мероприятие. Службы ЧАЭС готовы сообщить. Система оповещения областного департамента прошла масштабную модернизацию. Теперь на службе у спасателей самое современное оборудование, способное перехватывать теле- и радиоэфир. Специальное сообщение будет в оперативном порядке передано к населению в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и аварий. Если раньше для этого требовалось определенное время, то теперь теле- и радиоэфир в случае необходимости будет замещен практически мгновенно, уверяют специалисты. Это позволит вовремя проинформировать население о возможных ЧП и передать инструкцию и правила поведения в тех или иных авариях природного и техногенного характера. Стоит такой комплекс программно-технических средств автоматизированной. Система оповещения сегодня лишь в Алматы, Шемкенте, а теперь и в Талдукургане. Обошлась она департаментом в 500 миллионов тенге. Охватывает все районы и города области. Специалисты ведомства уже опробовали систему и предупреждают население о возможных тренировочных перехватах теле- и радиоэфира. Реализация данного проекта позволяет департаменту по чрезвычайным ситуациям охватить систему оповещения довольно значительное количество населения. Это не только город, это большое количество сел в Алматинской области. Даже направления возле Алматы, некоторые населенные пункты радиовещанием охвачены. Также охвачены полностью кабельные сети вещания. Это Алма-ТВ, Кайнар и радиовещание, соответственно, и в городе. Безмесячно, согласно утвержденного плану графика, проводятся технические проверки работы данного оборудования. То есть каждую третью среду месяца в 12 часов дня мы запускаем электросирены и делаем перехват. Это техническая проверка. В случае чрезвычайной ситуации, буквально в течение 10 минут, оперативный дежурный служб ЕДДС готовит краткий видеоролик, озвучивает его на государственном и русском языках и запускает по оборудованию радио и телеперехвата. Доводится информация о той или иной чрезвычайной ситуации, сложившейся обстановке, что нужно при этом делать, рекомендации и как поступить в данной ситуации. Детей из неблагополучных семей бесплатно обучают в пакистанском Карачи. В благотворительных школах нет стен, вместо них забор из материи, а крышу заменяет на вес. Но для большинства детей с улиц это единственный шанс получить образование. Согласно официальной статистике, за 2015-2016 годы около 23 миллионов учеников в возрасте от 5 до 16 лет бросили общеобразовательные учреждения. Между тем, общее число учащихся детей этого же возраста составляет около 29 миллионов человек. США уведомили ЮНЕСКО о выходе из организации. Решение Вашингтона во внешнеполитическом ведомстве объяснили задолженностью по членским взносам, а также антиизраильской предвзятостью и необходимостью реформ в структурах ООН. Соединенные Штаты останутся в составе ЮНЕСКО до конца следующего года, после чего намерены получить статус наблюдателя. Кстати, 6 лет назад Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды палестинской автономии. К примеру, США последовал и Израиль, вследствие чего организация лишилась 22% своего бюджета. До 48 увеличилось число жертв, мощных наводнений и оползней во Вьетнаме. Еще 22 жителя пропали без вести. Причиной природного бедствия стали проливные дожди, не прекращающиеся почти неделю. В результате затопленными оказались центральные и частично северные регионы страны. Потопленные сельхозугодия и более тысячи домов. Идет эвакуация жителей. Отметим, ежегодно в результате тропических наводнений во Вьетнаме погибают более 100 человек. Обзор зарубежных новостей подготовили Асим Кощегулова и Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. За два дня на металлургическом комбинате Тимиртау произошло два ЧП. Пока квалифицируют это как групповой несчастный случай. Расследованием инцидента занимается специальная комиссия. Напомним, на коксохимическом производстве компании Арселору Металл Тимиртау произошло воспламенение газа. В результате пострадали шестеро рабочих. Подробности в блоке республиканских новостей. Выхлоп газа и последующие его возгорания произошло, когда группа рабочих устанавливала заглушку на газопроводе коксохимического производства. В результате шесть человек получили ожоги и отравления. Трое из них доставлены в реанимацию больницы Тимиртау. Их состояние медики оценивают как тяжелое. К слову, это уже второй несчастный случай на промышленном гиганте за последние два дня. Накануне на территории комбината погиб рабочий подрядной организации. Его переехал тепловоз. Причины этого ЧП также выясняются. В западно-казахстанской области решится вопрос с бесперебойным водоснабжением четырех южных районов. Здесь совершается реконструкция Кирово-Чижинского канала. С полным восстановлением этой водной системы протяженностью 178 километров можно будет сбрасывать воду с Урала в реку Большой Узень. За счет этого область будет экономить до 30 средств, ежегодно направляемых на покупку волжской воды. Уже со следующего года область сможет на 50% сократить закуп волжской воды и ежегодно экономить до 400 миллионов тенге. В Павлодарской области в этом году собрали рекордный урожай картофеля. В четыре раза больше обычного. Сейчас в регионе официально объявили о завершении его уборки. В овощехранилище удалось сложить свыше 400 тысяч тонн продукции. Нынешний сезон благоприятный для большинства картофелеводческих хозяйств, потому как цена на этот овощ выросла почти на треть по сравнению с прошлым годом. Однако туго приходится потребителям. Стоимость одного из главных социальных продуктов на рынках растет с каждым днем. Рост цен не избежать влияет на это очень много факторов. Павлодарские картофелеводы сейчас в ожидании лучшей цены. Но спекуляцией в области никто не занимается. Обзор республиканских новостей подготовила Пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. Специальная комиссия по санитарной очистке на этот раз оценила работу, проведенную в Уйгурском районе. На контроле чистота и благоустройство не только в райцентре, но и в отдаленных населенных пунктах. О результатах в следующем сюжете. Под прицелом комиссии отдаленные аулы, поскольку села Трьмен, Дулайте, Улькинахсо, Сымбе обычно утопают в горах мусора. Насколько устранены замечания, сделанные еще во время весенней санитарной очистки, проверили члены комиссии. Общая картина и на этот раз далеко не радужная. К примеру, улицы села Трьмен чистотой не блещут. Вовсюду разбросаны бытовые отходы. Местные власти уверяют, это дело рук самих сельчан. Воспитать власть у местных жителей аккуратность и чувство долга намерены через штрафы и предупреждения. А в это время в ауле Улькинахсо работа по санитарной очистке идет полным ходом. Вдоль улиц сельчане вычищают скверы. Кстати, с начала месячника проведено три субботника. Результаты еженедельного труда налицо. У нас чисто и аккуратно. Всем селом дружно выходим на субботники. Ведь добиться чистоты возможно только совместными усилиями. Весь мусор мы собираем в одно место, а после вывозим. Справились задачи и жители аула Сумбе. Общий вид опрятный. Однако на окраине населенного пункта вниманию проверяющих предстала стихийная свалка. Местные власти сетуют на нехватку финансовых средств для вывоза мусора. Изначально на месячник по санитарной очистке было выделено 345 тысяч тенге. Позже отдел районного экономического планирования вернул часть суммы. Оставшиеся 180 тысяч тенге уже освоены полностью. Однако этих средств нам не хватило. Тем не менее, мы решим вопрос, связанный со стихийной свалкой. Побывали члены комиссии в районном центре Шонжи. Особое внимание проверяющие уделили центральным улицам, паркам и району рынка. Территория выглядит опрятно и ухоженно. Однако весь собранный мусор жильцам приходится временно вывозить на окраину села. В районе пока нет специального полигона. В прошлом году из областного бюджета было выделено более 4 миллионов тенге. Выделили и территорию в 20 гектаров. Документы на стадии изготовления. На сегодняшний день готово экономическое обоснование. Теперь ждем проектно-сметную документацию. И уже скоро у нас будет специальный полигон. А для ликвидации данной свалки мы попросим выделить дополнительные средства. Всего в Уйгурском районе 25 населенных пунктов. Из них за время саночистки вывезено более 600 тонн мусора. Асим Кощегулова, Жизира Исаева, Ирбулат Атанцелов, телеканал ЖТСО. Сахарная свекла из Алакольского района прямиком отправится на Коксусский сахзавод железной дорогой. Составы заполняет специально открытый в селе Бесколь пункт приема урожая. Раньше местные свекловоды везли урожай на завод самостоятельно. Более чем за 400 километров. Новый пункт приема расположен неподалеку от райцентра и намного облегчил работу крестьян. Очередной рейс сладкого урожая в пункт приема привез Мурат Исимханов. Доставляет он свеклу прямиком с полей по несколько раз в день. В среднем по 20 тонн. Одними из первых ощутили облегчение транспортировки водители. В прошлых годах именно они испытывали трудности перевозки. В прошлом году тяжело было перевозить путь дальний Солокольского до Коксусского района. А теперь стало хорошо. Дорога сократилась и время свое экономим. Раньше целый день туда ехали. Обратно еще один день. В очереди сутками стояли. Сейчас намного лучше стало. Всего лишь 5-6 километров от нашего хозяйства. Если в будущем заработает местный сахзавод, станет еще лучше. Пункт приема сладкого корня открыт в начале октября по поручению Акима Алматинской области и при поддержке представителей Центральной азиатской сахарной корпорации. Всего за две недели на Коксусский сахарный завод отсюда отправлено полторы тысяч тонн урожая. Пункт приема на территории бывшего сахзавода. Он простаивает уже около 20 лет. Восстановили железную дорогу, площадку для приема свеклы. Поставили новые автомобильные весы. Много работы проделали. Агрегат привезли с Коксусского завода. Здесь работают 45 человек. Две смены. Сегодня зарплата 80 тысяч тенге. Свеклу принимаем с 1 октября. Очень удобные условия для сельхозников. Перевозку субсидирует государство. Три тенге за каждый километр. Если в прошлом году в Алакольском районе сахарная свекла занимала всего 70 гектаров посевной площади, то в нынешнем уже 500. Это говорит о том, что крестьяне заинтересованы в выращивании сладкого корня. Сейчас свекловодством здесь занимаются семь хозяйств. Увеличению посевных площадей поспособствовал и сервисно-заготовительный центр, созданный в этом году. 17 единиц уборочной техники было закуплено на 250 миллионов тенге. В прошлом году засеял 10 гектаров. Весь урожай собирали вручную за 7-8 дней. А в этом году мы объединились в кооператив и посеяли 90 гектаров свеклы. Сейчас мы в день убираем 10 гектаров. Все это благодаря созданию сервисно-заготовительного центра. Вся техника автоматизирована. Специальный комбайн сначала убирает ботву, а затем уже другой комбайн собирает корнеплоды. Потери урожая практически нет. На сегодня уже убрали 25 гектаров. Собрать все мы планируем в ноябре. Сегодня среднее урожайность по району составляет 370-380 гектаров. Мы планируем около 16500 тонн сдать Коксульский сахарный завод. Сахарный Алакуйский завод простаивал в течение 20 лет. На сегодняшний день, в этом году, благодаря поддержке Акима области, а также руководство Коксульского сахарного завода, сахарный завод в этом году начал принимать сахарную свеклу на базе Алакуйского сахарного завода. Это очень большой толчок. Особенно очень удобно, потому что раньше крестьянское хозяйство возили на 423 километра, и на каждый рейс платили по 120 тысяч тенге. На следующий год в планах у руководства района увеличить посевы сахарной свеклы до 800 гектаров и создать еще два сервисно-заготовительных центра. Эльвира Ликерова, Ханат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. В областном центре запущен республиканский проект «Отанам Тагдарам». В рамках программы планируется проведение уроков физкультуры с участием республиканских и мировых чемпионов. Ученикам 10-го класса 9-й школы города Талдыкурган посчастливилось первыми провести урок с мировым чемпионом по киокушинка и карате Миреем Сиюновым. Подробности в материале корреспондента. Урок физической культуры для 10-го класса начался как обычно. Школьники еще не знали, что сегодня им предстоит провести урок с мировым чемпионом по киокушинка и карате Миреем Сиюновым. Такой сюрприз для них подготовили сотрудники управления образования и отдел физкультуры и спорта города. Согласно плану урока, сначала чемпион показал ребятам простые способы, как правильно размяться перед любой тренировкой. Упражнения представлены в игровой форме, что особенно понравилось школьникам и помогло им без особых усилий усвоить новый материал. Мастер-класс проведен с целью привлечения подрастающего поколения к активному занятию спортом. В этом уроке старшим классом преподал немного того, что я сам знаю. И надеюсь, это им принесет только пользы и в дальнейшем это им поможет. Большую благодарность хочу выразить акимату города Талдыкурган, которые организовали это мероприятие. Управление спорта города Талдыкурган и управление образования. Города Талдыкурган, которые все это организовали. И надеюсь, в дальнейшем постоянно это будет повторяться, для того, чтобы дети все ближе были к спорту. После разминки никаких обязательных нормативов, а любимая игра. Десятиклассники предпочитают баскетбол и в ней с удовольствием активно участвовал весь класс и сам чемпион. Спасибо Мире Вимбергенову. Нам сегодняшняя игра очень понравилась. Мы ему желаем только удачи и успехов, чтобы такие визиты были в нашем школе. Такие мастер-классы пройдут во всех школах города до конца текущего года. Каждой школе по одному чемпиону, отмечают организаторы. Это поможет пробудить интерес учеников к спорту. К слову, все спортсмены, которые в будущем проведут мастер-классы, уроженцы областного центра. Пана Анитова, Габит Кабдрахман, телеканал ЩИЦУ. Айнолайнцы смогут бесплатно заниматься спортом. Во время специальной экскурсии во дворец спорта Жастар они узнали, какие секции могут посещать. На выборы им предложено 24 вида спорта. Заинтересовались и выразили желание посвятить себя здоровому образу жизни и спорту практически все участники экскурсии. Подробности в материале Дамира Анитова. В экскурсии приняли участие около 40 сирот с детского дома Айнолайн. Первым делом дети ознакомились со спортивной историей Алматинской области. Сразу на входе в спорткомплекс оформлен уголок достижений наших спортсменов, кто в детских сердцах практически сразу пробуждает интерес к спорту и тягу к высоким спортивным результатам. Это мероприятие организовано в рамках статьи президента. Мы, Управление физической культуры и спорта, совместно с Айнолайн проводим открытый урок в спорткомплексе Жастар. Сегодня мы могли видеть, что детям очень нравится такая экскурсия. В основном дети изъявили желание заниматься волейболом, боксом и баскетболом, а также провести время в тренажерном зале. На сегодняшний день в Жастаре 12 залов, где в разное время проводятся занятия по 24 видам спорта. Это залы по борьбе, тайквондо, настольному теннису, баскетболу, волейболу, боксу и так далее. Сироты прошли по всем секциям. Каждый нашел для себя кое-что свое. Я бы очень хотела пойти на вид спорт-волейбол, так как он мне нравится с детства, я ему очень сильно увлекаюсь. Если у меня будет свободное время, я обязательно буду посещать этот вид. После этого я узнала историю спорта, наших чемпионов, наших старых чемпионов, наше новое поколение. И во мне проявилась уверенность, мечта, что мы скоро будем такими же чемпионами, патриотами своей родины и так далее. Здоровая нация – это спортивная нация, а потому необходимо активно привлекать молодежь к физическим упражнениям, считают организаторы мероприятия. Айналайновцы уже сегодня с 8 утра до 7 вечера могут абсолютно бесплатно посещать спорткомплекс и заниматься любым видом спорта, каким только пожелают. Тамира Нитов, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Представители Алматинской области вернулись из Актау, где прошли первые открытые спортивные соревнования среди людей после трансплантации и пациентов на диализе. Наша сборная в составе четырех человек заняла первое общекомандное место. В ее копилке три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Участие в республиканском первенстве приняли 8 команд из разных регионов Казахстана. Они состязались в дартсе, плавании, боулинге, волейболе и настольном теннисе. Цель прошедших соревнований – формирование сборной команды Казахстана для участия в европейских и всемирных спортивных трансплантационных играх, которые пройдут в следующие два года в Италии и Англии. К слову, Казахстан уже принимал участие в подобных соревнованиях. Два года назад они прошли в Испании. Спортсмены тогда вернулись золотой медалью. Подобные соревнования – наглядное доказательство, что после трансплантации люди живут полной жизнью. Они обучаются профессиональной деятельности, занимаются спортом и могут добиться очень многого в своем стремлении участвовать и побеждать. Я сам участвовал в трех видах. Это настольный теннис я занял серебро, плавание занял я бронзу и волейбол занял первое место золото. Пользуясь этим случаем, я хочу поблагодарить наше руководство. Это в лице Акима области, Батталова Амандахабасовича. Это вся информация уходящего дня. Отличных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин